Медвежьи озера Живописный край Щелковского района Уже на протяжении многих лет Главой этого поселения является Владимир Канахин Именно он сегодня будет гостем нашей передачи Здравствуйте, Владимир Николаевич Спасибо вам большое, что Встретились наконец-то с нами Приятно вас видеть В добром здравии Вы у нас часто появляетесь на экране Вас привыкли видеть наши жители Ну и начать хотелось бы С вопроса вашего биографического Вы были десантником Такая профессия Занимается, которая настоящие мужчины Потому что десантники Это отдельная каста людей Расскажите, пожалуйста, о том времени Вашем, как вы Собственно стали десантником Почему вы решили именно в эту профессию пойти Во-первых, добрый день Во-вторых, я извиняюсь, что пришлось Долго ждать нашей беседы Но вы сами понимаете, там была уважительная причина Почему я не приехал Ну, бывших десантников не бывает Поэтому сразу поправляю Я в душе десантником и остался И, по сути дела, жизнь сложилась так Что вот ближе Уже после того, как ушел с милиции Стал главой в поселении Медвежьих озер Там расположен полк десантный В котором я всегда бываю Который я не забываю И, в общем-то, мне тоже приятно Что даже вот в любые праздники Там вот был юбилей В 80 лет десантным войскам Значит, соответственно, общественная организация Ветеранов ВДВ Выпустил орден Маргелова Он, значит, как красная звезда Только вместо солдатика Там внутри, если красную звезду посмотреть Там портрет Маргелова Этих орденов, по-моему, в Щелковском районе Получили только где-то 3 или 4 человека В том числе я Они мне за то, что я вот до сих пор помню Свою молодость Которую провел вот два года Имея 18 прыжков А попал, вот честно говоря Даже сложно было сказать, не ожидал В то время, я 50-го года рождения Соответственно, проживался там где-то в 69-м 70-м году Вы сами знаете, что немножко молодежь Меньше У нас не было компьютеров, соответственно Поэтому больше мы находились где-то на улице И получилось так Вот что в поселке Фряно, где я жил У нас было разделение там Жилкоп Совхоз Там еще где-то Я жил в совхозе И получилось, что совхоз имел большую спортивную базу И, соответственно, получилось так Так что мы вот были старшие товарищи, которые там идут кататься на лыжах в лес Ага, давайте за нами Ну и мы уже подрастая стали тоже заниматься серьезно Скажем там, получил разряд по лыжам По футболу, по этому Многие виды спорта пришлось пройти через это все И когда был призывной уже возраст и приехал в военкомат Соответственно, там, покажите, что имеете в спортивный разряд Ну, представил вот это, это, это Ну и нас отбрали Тогда сощел Куску району человек 10-11 В том числе три человека было с Фряно В сторонку отвели и говорят Постойте, у вас будет отдельная команда Ну мы сидим, думаем, что же за отдельная команда Там уже мечтаний-то не было, что там десантник, моряк или что Ну, то, что все в армии хотели, это однозначно Вот я когда, скажем, где-то в армии призывников выступаю Я всегда говорю, ребят, раньше девчонки, кто не служил, на них не смотрели Сейчас, по-моему, наоборот Да, к сожалению, поменялось И получилось так, потом нас собрали и говорят Ребят, вы подходите там по размерам, по параметрам Мы вас посылаем в Коломну учиться в вароклуб Вы будете служить в десантных войсках Мы поехали туда, зимой прыжки были, отслужили Отпрыгали три прыжка Сперва отучились в вароклубе Ну и получили специальное удостоверение, что мы уже, как бы, закончили курсы десантниками И не забуду первый прыжок Обычно все говорят, ой, не страшно Это все врут, страшно Мало того, что когда прыгаешь с парашюта Скажем, если он с кукурузника, там 8-10 человек Маленькая компания через время А если, скажем, Ан-12, там открывается задний люк большой Сто с лишним человеком друг за друга Там даже если тебе страшно, тебе просто вынес И первый прыжок Я, в принципе, уже ощутил, что я прыгнул Когда у меня парашют открылся Я, о, радостный, ура, мы десантниками стали Вот, и рядом прыгал товарищ И у него упал валенок А там все же скорость большая Прыгали зимой А мы обычно такими резиночками их прикрепляли, чтобы они не падали А он забыл, наверное И у него валенок улетел И вот приземляемся рядом Смотри, он стоит на одной ноге и без валенка стоит Ну и потом нас призвали Служил Киргизский СССР, город Ош Соответственно, да, 18 прыжков Два года отслужил, был секретарем комсомольской организации рота То есть еще плюс ко всему занимался Общественной работой И мне, честно говоря, как-то нравилось И даже я удивился, что у меня получалось Хотя вот до армии что-то где-то не было Никаких таких не было Армия раскрыла все ваши способности Ну, частично Частично, частично, да А дальше началась работа в УВД в Щелковском, да? Ну, вот расскажите немножко об этом периоде Ну, тоже ситуация в милицию попала, по сути дела Благодаря армии Потому что в те годы, когда уже демилизовался К нам приехали так называемые купцы Которые призывали идти работать в воздушную милицию Эта милиция была создана в аэропортах По сопровождению бортов самолетов Это то, чего сейчас нам не хватает Да, вот потому что мы видим последние наши русские Мы кругом отличаемся, да, попуянили, побили, самолет раскачали Ну и получилось так, что дали характеристики на нас Мы дали согласие, что не против действительно Ну, демилизовался где-то месяц мы тут пока на учет встал Пока друзей и товарищей постричал, сами понимаете Хотя в отпуске был 10 дней, но 2 года есть 2 года И тем более, если сейчас они служат почти как парниковые Рядом с домом Все, мы служили все-таки далеко Все-таки взять Оши, это Киргизия А от Подмосковья довольно-таки далеко, да? Ну и получилось так, что живя в поселке Фрянова Не получилось попасть под расписание полетов Ну и поэтому получилось, что мне отдают характеристику мою Что ты подходишь И тут получилось так, что мама с папой, говорят Вот наш сосед с Фрянова, начальник милиции А он ушел работать замначальником Щелковского ВД И он когда узнал, что я демилизовался, где служил Что не получилось в милиции, говорит, ну приедь Я приехал к нему на собеседование Ну, десантик-десантник, прыжки есть Ну, образование в то время было 8 И я закончил школу ФЗО Которого сейчас тоже не хватает Я был электриком по специальности Но он мне посмотрел, говорит, да, на офицерскую должность ты не подойдешь Но будешь учиться, конечно Я говорю, ну какой смысл оставаться с таким образованием И, значит, соответственно, я был зачислен Была такая организация, она сейчас есть Вне ведомственной охраны Милиционер вне ведомственной охраны И, соответственно, 5 лет я проработал Как бы милиционером вне ведомственной охраны Это, значит, работа такова, что она только в ночь Ночь дома, ночь на работе У нас были маршруты, мотоцикл с колясочкой А, вот эти, как раньше показывали Да, на мотоцикле с коляской Круглый год, зима, дождь, неважно И у нас были, грубо говоря, вот скажем, маршрут Там объект Чкаловской Все магазины, базы, склады Мы, милиционеры вне ведомственной охраны Приезжали, их принимали под охрану И всю ночь ездили, контролировали Соответственно, смотрели Ну, проедешь, чтобы не спать А молодые сами сказали Спать охота Соответственно, чтобы не спать Станешь на дороге, начинаешь Останавливать транспорт Там, смотреть Обученные ХБ-комбинации с Вщелковой Там материалы воровали Оттуда тащили Мы задерживали, как бы, воров И, ну, остановишься Один пьяный за рулем Второй, третий Вызываю ГАИ И говорю, ребят, оформляйте Ребята, оформляйте Ну, и получилось так Через пять лет уже закончил вечерку Поступил в техникум Лесотехнический Вщелковой А там факультет был Техническое обслуживание Ремонт автомобилей То есть, чисто такая ГАИшная И в один момент Меня вызывают в кадры В Щелковскую милицию Говорит, так и так В ГАИ дали две должности Вот начальник ГАИ Приметил тебя Что, а мы же задержали Передали Пишем рапорт Пишем рапорт Он говорит, что-то больно Говорит, у него много работает По линии ГАИ Нюх, что ли, говорит У него такой на алкоголиков Ну, говорит, давайте заберем в ГАИ Вот забрали в ГАИ Соответственно, в ГАИ Прошел должность От инспектора ДПС До замначальника ГАИ ГАИ находилась Где вот сейчас четвертая рота Там стоял такой барачик Было три кабинета И у нас инспектора ГАИшников Было районных девять человек Сейчас их где-то за сто Пошел учиться Закончил техникум Пошел в академию Закончил академию Потом начальник ГАИ Платовский Виктор Иванович Которому очень благодарен Это человек, который мне много давал Потому что у меня уже папы не было Он умер И, соответственно, он старше меня Он такой мудрый мужик был При нем, соответственно, издание ГАИ Вот это появилось На Воронке Раньше не было Мало того, что при нем был решен вопрос В Московской области В ГАИ Нам отдали сюда функции Мы стали ставить на учет И выдавать номера Чтобы не ездить Да, раньше ездили в Балашку Вот, поэтому То есть вы этот период весь, так скажем, работали, да? Работали, да Виктор Иванович, уходя на пенсию Тут кандидатуры стали рассматриваться На должность начальника ГАИ Но неожиданно-нежданно Мне предложили должность Зам. начальника Щелокского УВД Тире начальник милиции общественной безопасности То есть это, в общем-то, если взять ранг Это получается, что после начальника УВД Есть там три зама Один курирует службу милиции общественной безопасности Куда входит и сейчас входит Это ГАИ Патрульно-постовая Это контроль за всеми службами За этими службами, да? Там начальник есть И есть зам, который курирует И он же называется начальник милиции общественной безопасности То есть милиция, которая на улице Ну, там зам по поголовному розыску, штабу Но это другие должности И, соответственно, получилось так, что вот судьба кинула туда на другую должность Я благодарен, конечно, всем, кто со мной работал Почему? Потому что, ну, вот у меня, к примеру Я считаю так, что нигде один человек сделать ничего не может Должна быть команда И, да, я понимаю, там последнее слово твое Но прислушаться к мнению, посмотреть Это надо всегда Да, и никогда я не стеснялся Даже вот придя на работу главой Это, как бы, учиться у тех, кто до тебя там уже работал Или работает Потому что, ну, я пришел Если, скажем, служба ГАИ это одно А здесь у тебя там 10 служб разных В каждой службе свои приказы, да? Свои требования По ним надо как-то работать И когда службу МОП принял Приехал на одно совещание в Главк И получилось так, что сидим на совещании И рядом сел мой коллега Побывший в Академии МВД Он тоже раньше работал в ГАИ А потом тоже судьба сложился Его перевели на эту должность Он мне и говорит Сколько отработал? Я говорю, два месяца Он говорит, сколько у тебя было взысканий по службе за предыдущую? Я говорю, за 20, там, 5 лет Ни одного Он говорит, скоро будешь получать Через месяц за какую-нибудь службу Ну, то есть, в подчинение Потом идет отчет И вот начинается там Щелковская милиция МОП Плохо, плохо, плохо Приехал на работу Собрал руководителей техслужб подчинения Говорю, ребят Ну, вот, лично говорю, не знаю, как вам Мне лично вот стыдно понимать Когда вот тебе говорят там Щелка И это плохо, и это плохо Я говорю, чем мы отличаемся, скажем, от района Там Пушкина, Ногинск Да ничем, правильно? Я говорю, давайте поэтому посмотрим Подумаем Мы начали ездить в подразделения в сильные Посылал подчиненных Где-то сам ездил Съездите, посмотрите Съездите, посмотрите Какой-то изюминку посмотреть Потом, соответственно, собрались Сделали выводы Послушали, кто куда съездил Что там записал И, в общем-то, буквально через два года Наша служба МОП уже была в пятерке Сильнейшей в Московской области Не секрет, что разные всегда говорили О, так сказать, правоохранительных органах Да И в период вашей работы Вы сталкивались с такими вещами Как взяточничество Какие-то вот такие люди То есть вы сталкивались Как вы решали эти проблемы Ну, я хочу сказать, что в семье не без урода Правильно? Соответственно, да И ведь Что хочу сказать Если кто поносил форму И побыл в шкуре милиционера Значит, что это за работа Значит, я вот благодарен своей семье Супруге Альбине Дочке Наташи Они меня дома-то не видели И дочь мою воспитала теща Моя Которая тоже Царство ей небесное спасибо И жена воспитывала Они не видели меня У меня служба Ну, в праздник Я редко добывал Что праздник отметить дома Либо на работе Либо на дежурстве Все мероприятия какие-то интересные Проходящие в районе Я всегда видел Затылком Потому что Глазами я смотрел Как работают Мои милиции Ребята с милиции По охране общественного порядка А Иногда там концерт идет Шикарный Скажем День города Когда на стадионе Музыку слышу Там поет известный артист Хочет А смотришь Как работают ребята Чтобы не было нарушений Поэтому Были Но Я хочу сказать Вот сейчас Это больше пресс Понимаете Вот смотришь телевизор Про милицию Фильм Вы сейчас посмотрите Что показывают по телевизору Ну да Любой канал Кнопку нажми Убивают Стреляют И пошел Про милицию Кругом они идут Пьют Такого И сейчас Нет Да Были Как Ну можно сказать Я не знаю Уроды Или не уроды Но Я к примеру Был жесткий человек Вот у меня Когда я заступил Зам.начальника ГАИ Я сразу предупредил Ребят Вот тебе надо Сегодня у тебя Какое-то мероприятие Выпить Приди ко мне Я дам тебе отку Но если я тебя на работу Поймал Я тебя уволю И действительно На первых порах Вот Делал так Иногда Знаете Вот тут вот Больно было Знаю что человек Вроде бы Неплохо работал Но вижу Что он уже Склонен к алкоголю А где алкоголь Там И еще плюс оружие Это несовместимо Может получиться Просто ЧП Большого масштаба Вызывал Говорил Пиши рапорт По-хорошему И уходи То есть были моменты Думаешь Жалко уволить Но чувствую Что Ну если Я не могу за человеком Ходить полные сутки Поэтому приходилось увольнять А вот То что сейчас показывают Честно говоря Я Ну Если Если посмотреть Фильмы про милицию Там Петровка Анискин Ну понимаете Было именно Что-то Ну а рожденная революция Это вообще Рожденная вообще Да То есть это фильм Именно о людях Которые вот Посвятили этому жизнь Конечно Охране правопорядка Охране граждан Да Мы тоже Помню Была большая традиция Мы день милиции Праздновали В районном Доме культуры Глава района Стол накрывал Но Собирал начальников И говорил Ни один Подчиненный Который будет за столовым На личной машине Не приезжает Закажите автобус Привезите их сюда Пускай концерт Посмотрят Пускай выпьют Рюмку в день милиции Потанцуют Вопросов нет Но не садятся пьяными За руль Не садятся пьяными Все правильно Поэтому Соответственно И сейчас Есть Люди Не совсем Чистоплотные И в то время Были Ну может быть Поменьше Не знаю Но может быть И побольше Но не было Такой вот Шумихи Которые все Разбирались Может быть Тихо внутри Остались у вас Коллеги Которые сейчас Служат И вы с ними Общаетесь Конечно Конечно Остались Больше всего Даже хочу сказать Что мне Когда назначили Должность Мне большую поддержку Сделал глава Твердохлеба Великий Андреевич Милиция общественной Безопасности Она в принципе Финансировалась Частично Из денег Из района И когда я пришел Представился А мы знали Друг друга Довольно таки долго Я считаю Что это очень мудрый Был руководитель Района Велик Андреевич Потому что он Очень долго был Ну и много сделал Много сделал Да Он очень был мудрый И он меня поддерживал В плане Что я прихожу Ну у меня Скажем Офицер Майор Живет в общежитии Говорю Леонид Андреевич Квартиру Напишу Да все Помогали Давали квартиры Давали участки Выделяли деньги На ремонт Помещений Даже В то время Через год Мы сделали Ремонт ИВС Это Ну где Временное содержание Арестованных Он выделил деньги А в то время Даже Ну придешь Вроде сидят преступники Ну посмотришь Каких условий Они люди Да Хотя люди Может быть Ну так в кавычках Где-то Но все равно Поэтому Соответственно Старался Поддерживать отношения Значит Когда я уволился От работав В Щелковской милиции Почти 31 год А уволились Почему Сами По желанию Ну не совсем По желанию Значит Была подковерная Борьба Значит На должность Начальника УВД То есть Это все-таки Какие-то там Внутренние Да Немножко Трение внутренние Просто Получилось так Что мою Кандидатуру Поддержали Определенные лица А пришел Один товарищ Не хочу называть Который Отработал Один год Потом отсюда Убежал А у него Дядя работал В министерстве И соответственно Надо было поставить им своего Да Ну а потом Получилось Что я посчитал Почему там Со мной Там начали Немножко так обращаться Что у него Не было авторитета Как зам У меня вроде бы Авторитет был побольше Он человек был Приезжий Не местный А я все-таки Давайте Меня милиция Воспитала Я родила От сержанта До полковника Ну и пришлось уйти Мы тут Как раз С супругой Сперва Честно говоря Очень переживал Получилось так Не совсем хорошо Ну вот Такое увольнение Ну то есть Сам по собственному желанию Конечно Не то что там По статье Или что Сам просто Принял решение Что Надо уходить И находясь в отпуске Мне потом С администрации района Звонок Что тебя приглашает Глава района На собеседование По вопросу Трудоустройства Ну я приехал И он мне говорит Вот так Владимир Николаевич У нас говорит Леньковская Татьяна Петровна Как бы По семейным обстоятельствам Просит освободить А в то время Нас не Это назначали А мы не выбирали Да Ну и соответственно Приняв такое решение Я конечно Сперва был Немножко в растерянности Понимаете 31 год Мундир Там немножко Работа Другая Специфика И перейти На эту работу Но потом Принял решение Соответственно Очень благодарен Вот своему заму Потому что Вот она Осталась И до сих пор Вместе мы уже 10 лет работаем Это Ну та Которая меня учит Ну да У нее опыт был Опыт был большой Она много проработала И жизнь сложилась так Что вот пришлось Возглавить Медвежки Первое время Конечно И жители Смотрели Немножко Скажут С опаской Пришел Какой-то Наверное Блатной Решать какие-то Свои проблемы И потом Мол он пропадет В то время Давайте за 31 год Соответственно У нас и квартира Во Фрианове И от тещи В деревне Дом у меня остался Поэтому в принципе Как бы я И машина Была Ну то есть В принципе есть Да Отталкиваться Да Поэтому у меня уже Дочка Взрослая была Соответственно Поэтому Как-то получилось Пришлось Сильно доказывать И много доказывать Что действительно Есть понятие Чего работать И во что Люди Разные приходят Во власть Вот Одни Свет оставляют А вторые Нет Одни Как бы Спокойно ходят По улице А вторые Ездят на автомобилях Одни в кабинете А вторые Идут на народ Не боятся Вот Владимир Николаевич Канахин Относится к категории Руководителей Которые Вроде он Твой родственник Если бы так сказать То есть К нему можно прийти Поговорить И знаешь Что он Тебя не подведет Не предаст И Что он Совестливый человек Он еще когда Служил В милиции А по характеру Такой Как бы Вот Взрывной Непосредливый Он всегда Зачал интересы Милиционера В данном случае Я имею ввиду ГАИ Потом уже Замом ОВД Он все время Занимался Вопросами Быта Значит Условия Социальных решений Вот как бы Не за себя Там А вот Такой Вроде бы Холерик На самом деле Удумчивый Последний человек И это все Осталось И Как приобретенное И в последующей жизни Уже Как бы Политической То есть Управлении В общении с народом Совершенно Власть не изменила Человек Значит Он идет Не за коростью Значит У него такая Вот Как сказать Планита Что ли Говорят Служить народу Я посчитал Лично Что самое лучшее Место для приложения Его знаний И Как бы Вот такой Нравственности Что ли Является Как раз Служение народу А это Работа Тогда Они назначались Работой Руководителем Местного Совом управления Тогда был Округ Медвежо-Озерский Я считаю Что я не ошибся Ну так вот Первые годы работы Другая специфика Люди Ответственность Какими Какими вы приняли Вот эти объекты Все Что тогда Происходило Ну Вы знаете В то время Своих бюджетов Не было Поэтому Финансирование Сел Оно шло По остаточному Принципу То есть вообще Копейки доставались Да Обычно Если вам сказать Что помню Когда Где-то Первые 2-3 года У нас бюджет поселения Был Ну Как бы не бюджет А смета расходов Потому что бюджета Своего не было Нам ничего не отдали Где-то Ну Если 10-15 миллионов То вот Скажем Сейчас бюджет поселения Где-то 50-55 миллионов Вот сейчас Когда уже отдали полномочия Ну Соответственно Много было Надо было Принимать решений Таких вот Глобальных Знаете В плане в том Что Ну Вот сколько Жителей Столько мнений Да И соответственно Мнение Такое вот Скажем Заступили Начали там Объекты принимать Проехал там Школы Детский сад Поликлиника Дом культуры Стадион Хотя По полномочиям Соответственно 131 законом Там школа Детский сад Поликлиника Это полномочия Района И области Соответственно Не имеете отношений Отношений Вроде бы не имею Да Вроде бы Но у нас У главы натуры Такая Мы имеем отношения Ко всему Потому что На наши Территории И этими благами Пользуются наши люди Поэтому получилось Так что Приехал там Посмотрел Там посмотрел Какие-то справки Стал запрашивать Вот приехал Скажем В амбулаторию Посмотрел Врачи В основном Не то Пускай они работают Подольше Но уже В преклонном возрасте Соответственно Смотришь и думаешь А кто же будет Вот завтра Они решили уйти Сложно Потом Соответственно Я говорю Леонид Тадорович Вот очередь 85 человек Я говорю Первая бабушка На очереди Стоит 25 лет Я говорю Давайте Примите Мудрое решение И отдайте нам Все квартиры На распределение Нам И он Александр Матвеевич И говорит Ты зам по строительству Вот сейчас Выйди поздравить Жителей местных И объяви Что вот Администрация Щелковского района Приняла решение Все квартиры Долю Отдать Поселение Нам быстро Передали списки Очередников Ох как он вам доверял Ну наверное Доверял Я считаю Надо оправдывать доверие Прежде всего Доверил в общем-то Это серьезная вещь Жилье Пошло строительство Хотя изначально Тоже многие были против Вот там Все пошло Нам ничего не достанется Поэтому вторым шагом Это было принято решение Такое Все ключи Новоселам Вручать На каких-то Мероприятиях Вот там Скажем День поселения Проводился Там Масленица Соответственно Так и стали делать То есть Пришло 10 квартир Приглашение Им открыточку посылаем Подарки Закупаем На новоселье И прилюдно Весь поселок Поздравляет их С новосельем И мы вручаем Как бы ключи Следующий Что они еще Очередь ушла Все вы выполнили Ну по сути дела 65 новых квартир Плюс были повторные Заселения В те квартиры Которые освобождались Где-то еще 15 То есть по сути дела Получилось Что 80 семей Улучшили Свои жилищные условия И первой бабушке Когда мы вручали Она у нас Салмазова Она в очереди Стояла 25 лет Вот сейчас Есть очередь Но в очереди Сейчас больше 5 лет Еще никто не стоит То есть свежий Уже встал на очередь Поэтому вопрос С важным жильем Да Теперь второй вопрос Это молодые кадры Соответственно Собрав школу директора Амбулаторию Мы приняли решение От них получить Необходимость По молодым специалистам По врачам Соответственно Уже зарезервировали Молодым специалистам Квартиры Людмила Павловна Скажем там Директор школы Мы сразу сказали Подбирайте Показывайте нам Этих специалистов Но предупреждаем Сразу Не то что Вот она год пришла Отработала И убежала То есть квартиры Являются служебными Но это очень мудро Все те квартиры Которые выдавались Люди получили в собственность То есть Скажем Трешку в подарок Там где-то около 5 миллионов В наше время Просто ключи дарились Пускай люди живут Они этого заслужили За счет строительства Порешали многие вопросы В плане что Сразу появились Две новые котельки Сразу переложили Теплотрассы И на сегодняшний день Скажем Улица Юбилейная Уже Ну года 5 Не значит Что такое прорыв Какой-то теплотрассы Просто лежит все новое Хотя когда проводились работы И когда ездил Смотрел Там все лежало Такое гнилое Построили новую станцию Обезжирения воды Водичка пошла в квартиры Чистенькая Причистенькая И плюс в резерве Сейчас стоит Две скважины Которые В любое время Вдруг водички не хватит Мы можем запустить их И все Асфальт сделали Но немножко И как бы вот до сих пор Я считаю где-то ошибка Или не ошибка Что решение какое было Может быть сперва Она была заставить Строить детский сад А потом жилье Наверное Он с другой стороны Или одновременно Или одновременно Но получилось так Что по инвестиционному контракту 6 домов Проект на детский сад Проект они То есть на школу Проект они выполнили Госэкспертизу прошли И проект готовый С госэкспертизой И дали в комитет по образованию Который там сейчас лежит По саду получилось Что они нам обещали 4 дома строить Начинают сад И две башни Ну по двум башням Получилось Что из-за нашей Где-то вины И жителей Которые На общественных слушаниях Воспротивились Соответственно Мортон От нас сейчас ушла Работать компания Два дома не достроили Ну и соответственно Я Детский сад тоже Глава района Сейчас в прошлом году Подписал постановление На оформление земли И проектирование детского сада Со счет района и области Значит эти работы ведутся Но в то же время Мы сейчас уже Вот Район подготовил иск Мы идем в судебные тяжбы С Мортоном Пытаемся все-таки Одну четвертую часть денег Чтобы они перечислили на район На строительство детского сада Вот как Пройдут судебные тяжбы Не могу сказать Но факт Поэтому работаем Почему? Потому что сейчас Большая очередь Школа Тоже переполнена В две смены Но проект есть Земля Земляотвод есть Тоже вот надеемся Что губернатор Что Шойгу Что вот сейчас снова Я вижу Активные люди В этом направлении Мы надеемся Мы тоже надеемся Попасть в эту программу Чтобы вот действительно Решить вопрос Больной Очень больной вопрос Это социальные объекты Школа, детский сад Обязательно должны Да И получается вот сейчас На нашей территории Министерство обороны Без нашего ведома На своих землях Строит Уже построили Восемь домов Которые готовятся К сдаче Под президентскую компанию Жилье военнослужащих Но в то же время Нету Ни детского сада Ни школы Куда пойдут дети Хотя в проекте Они есть Поэтому мы сейчас Ведем активную переписку С Министерством обороны И с правительством Московской области Чтобы они обратили внимание То что Если инвестиционный контракт Наш То мы где-то воюем С своей стороны Но это мы Отношения не можем Мить Это землю Министерства обороны Соответственно Они его строят Ну а С чем столкнуться пришел Это не забуду Мою поездку В дом культуры Знаменитый ваш Кстати Да Сейчас знаменитый В то время Таланты были Но состояние Его конечно Было удручающее И когда я день В сентябре Где-то тут дождливая погода Приехал В дом культуры Поднялся на второй этаж Смотрю тазики Вряд с водой Все течет И паркет стоит дыбом Поэтому пришлось Срочно принимать Решение Поднимать Не культура Существовала в талантах Это нормально А именно в благоустройстве Крышу перекрыли Туалеты переделали Фойе сделали Спортзал отремонтировали Кинозал полностью Все переделали Ну а Таланты Я думаю Вы часто снимаете Вы знаете Что у нас Очень много талантов Много дом культуры Работников Заслуженных Вот сейчас мероприятие Района и проводилось Нам доверили Работники культуры Да Два года назад Все гости Дня Щелковского района На праздники Тоже были Наверное Вы знаете Вы снимали Что они все до одного Все делегации Иностранные были у нас Мы их приветствовали Встречали Честовали Соответственно Вот Вы до сих пор Занимаетесь активно Вы и с ремонтом Каждый раз Помогаете То есть это ваше такое детище Ну да Вот Детище одно Но я еще раз говорю Ни школу Ни поликлинику Ни сад Не кидаю Когда где-то Те проблемы Которые можно решить За счет спонсоров Они всегда решаются И в прошлом году Мы сделали Большой подарок Нашим спортсменам А у нас Спорт тоже развит Мы в принципе На область Играем на первенстве Московской области Ну наверное С 10 сельских поселений На область Мы наверное Только единственное Выставляем Три команды Значит в прошлом году Что мы сделали Нашим спортсменам Открыли Футбольное поле Второе С искусственным покрытием То есть на сегодняшний день На стою день Есть основное поле Которое имеет Искусственное освещение Рядом Футбольное поле С искусственной травой Вот даже вчера Я с объездом ездил Ребятишки В спортзал есть В ДК Не Мы говорим Лучше на травушке На улице И в плане На этот год Уже нас Областные депутаты Дали подтверждение По деньгам Совхоза Сегодня это учреждение Настоящий досуговый центр Объединяющий Культуру Спорт Образование Ну действительно В Доме культуры Работает практически Четыре учреждения И музыкальная школа Библиотека Физкультурно-спортивный клуб И Дом культуры Живем мы дружно Ну это конечно Способство Владимира Николаевича Он помогает всем И библиотеке Если нужна помощь В музыкальной школе Если нужна спорта Он мастер носировки Так скажем И никогда Ни в чем не отказывает Бывает так Что он говорит Подождите И человек слово Он говорит Я подумаю Я решу Если не получать Он говорит Девчонки Я не могу сейчас Давайте подождем Будет возможность Все сделаем Человек И сказал Да Он всегда сделает Вот это вот Его Самая отличительная черта Главы А самая Человек слово Он не то что Помогает Он действительно Можно так сказать Человека Заставляет работать Просто без него невозможно Поэтому начали заниматься Спортивной базой Потому что без спортивной базы Ничего не будет Все это будет Филиконограмотой На бумаге Начали заниматься Спортивной базой Сделали футбольное поле Которое вот у нас Стране Естественное Отремонтировали Вот этот спортивный зал Затем вот в прошлом году Сделали мы Искусственное поле Которое очень сильно Помогает нам Но сейчас у нас В связи с Искусственным полем Мы его всю зиму Чистим У нас теплые раздевалки И мы туда Старшие группы Которым от 13 и выше Мы перенесли Заниматься туда А здесь у нас Остались только дети Которым 5, 6, 7, 8, 9, 10 лет В Доме культуры Еще открыли Тренажерный зал Который более 200 метров Со снарядами У нас туда ходят дети Секции Которые занимаются Спортивной секцией У нас заниматься Ходят туда бесплатно Именно здесь На площади Где нет трассы Где старый памятник Конечно удобно было Здесь и народ собирается Тут мероприятия проводим Ну вот предложение поступило Как бы сделать Поставить сюда памятник Не тот разрушить А новый памятник Ну и Владимир Николаевич Там где-то зацепился Вот за эту вот зенитку И он обращался тогда Ой, то Фродков По-моему было Да, к Фродкову Мы долго ждали Он очень переживал Нервничал Но в конце концов Удалось И мы очень рады этому И вы знаете Вот каждый год И 9 мая И день памяти И скорби Да вообще любые праздники Всегда там лежат Живые цветки Зимой до корзины С цветами Говорят Где родился Там пригодился Вот на самом деле Вот Владимир Николаевич На своем месте Он и как командир Нашего поселения Он как глава Он даже к нам Вот приходит мероприятие Он же ни одно мероприятие Не пропускает Он все знает Кто у нас Какие танцы Кто что у нас поет Какие у нас проблемы Я больше бы сказал Не я к нему иду Он все это дело видит И уже опережая Он уже говорит Что сейчас нужно делать ремонт Спортивный зал В котором мы находимся Сейчас планируется делать Многофункциональная площадка Которая будет Большой теннис Волейбол Баскетбол Флорбол Ну и большая проблема Сейчас можно ругать ЖКХ Соответственно Есть на то повод Есть на то повод Да И когда в 2009 году Нам передали жилье Жилой фонд А вместе с новым городком Это 55 многоэтажных квартир То в общем-то получилось так Что многие квартиры Многие Вот взять улицу Сосновую Академическую Там дома Имеют по 50 лет Соответственно Ничего не делалось Непригодны уже для жилья Да Ну нет Они пригодны Но Ремонт Ремонт И вот Два года назад Мы приняли решение Мы каждый год Вкладываем В благоустройство В ЖКХ Большие суммы В прошлом году Скажем вот В прошлом году Полностью всех Шесть домов Улицы Сосновой Мы переделали кровлю Переделали уличное освещение Уложили новый асфальт И у нас там стоит Знаменитый дом Сосновый дом Один Где люди жили Зимой в туалет Ходили на улицу Значит у них были комнаты И кухня общая И все А когда мы Людям давали новые квартиры То мы тоже Администрации Приняли решение В эти комнаты Никого не заселять И на каждом этаже В блоке В левом В правом В левом В правом Оставили комнаты И затем Вложили большую сумму Мы провели туда Туалеты Провели туда Горячую воду Сделали душевые кабины Отремонтировали места Общепользования Коридоры На кухне Поменяли все газовые плиты За свой счет Тоже сделали Евремонт То есть мы не просто так А Евремонт Вот дом В прошлом году Перешли на улицу Академическую Вот сейчас сделали Один дом Большой В прошлом году Пятиэтажный На этот год У нас в плане Два дома Капитальный ремонт На Академической Учительский дом И дом Кожзавода Это в деревне Соколова Две деревни без газа Большая проблема И проблема в том Что я не могу попасть В программу Московской области По газификации За счет Правительственных денег Потому что Там есть одно из условий Что должно проживать Не менее 100 семей А у нас получается Деревни большие В основном Одни дачники А местных семей Там проживает 7-10 С газом-то у вас Вообще какие-то Прям там проблемы Но На сегодняшний день По Алмазову У нас уже Есть проект С госэкспертизой Получилось так Что благодаря Попечительскому совету Школы-интернат А туда входит Бывший наш Работник Гаранкин Николай Васильевич Который в бытность Потом работал Министром экологии Московской области Он стал членом Попечительского совета А мы давно знакомы Он приехал ко мне Спросил Что помочь Ну и обратился Внимание Говорю А получилось С другой стороны В две деревни Все с газом Трубу положили Конечно Кому надо уделять Это где-то Тысячу с лишним человек Довольно-таки Большая Такая мощная Завтра Кстати проводим Большое мероприятие Ежегодное Но они проводятся Кругом Но мы просто У нас Есть изюминка Мы как-то Когда первые Годы начали Мы делаем Большой стол В день победы И 23-го Получается Что ну вот Тысячу человек У них есть там Актив Человек 50 Но обычно Столы накрываем На 50 человек По фронтовой Чарочке Наливаем Гармонист К ним приходит Туда за стол Мне нравится Как старики гуляют Я даже всегда сижу Приятно Они знаете Давайте песни петь Смотрю Поют Думаю Немножко Вот отвлекаются От проблем Жизненных Которых Ну на всех Накатываются И соответственно За вот Бытность 10 лет Мы построили Три новых Памятник погибшему Вот это у нас Значит на центральной Усадьбе УДК Где стоит Зенитная установка Которая участвовала В военных действиях Соответственно Где все праздники Основные В деревне Большие жеребцы Были старенький Памятник Мы поставили Его сломали Новый поставили В Шевелкино В деревне Не было Но там Где-то Около 20 Погибших Им тоже неприятно Было родственникам Они обратились Мы тоже Открыли Новый памятник И в этом году Уже Вчера У нас Были С Гранитной Мастерской Мы тоже Приняли решение В деревне Моносеево Там тоже Памятник Старенький В Дню Победу Откроем Откроем Новый С надписями Утвердим Сделаем Ревизию Кто погиб Чтобы посмотреть Чтобы люди Все были там Фамилия Потому что Память есть память И соответственно Вот этот вопрос Конечно Тоже надо будет Порешать А у вас Это все получается Опять же За счет привлечения Средств Инвесторов Не только И бюджетных То есть все-таки Помогают люди Это очень хорошо Помимо помощи Помимо вернее Обычных жителей Людей просто Которые приходят К вам со своими проблемами У вас есть Так сказать Элитные Элитные Так сказать Дачи И в общем-то Знаменитые достаточно Люди живут В разных сферах Не капризничают ли Подобные жители Ну бывает Вы сами понимаете Вот нагрузка На работу администрации Ведь ясно Что есть 131 закон Где все полномочия прописаны За это отвечаешь За это отвечаешь Формируется бюджет Там Четыре вида налога Тебе отдали Ты их собрал Если налогов Не хватает На постоянно Прописанных жителей Проходится расчет И с области Идут дополнительные деньги Скажем Жители На сегодняшний день Поселение Там 7 с лишним Тысяч поселения А проживает 15 А то и больше То есть проживают Те Кто имеет элитные дома Прописаны в Москве А круглосуточно Живут у нас Ну бывает Конечно Там претензии какие-то Не без этого Но К вам лично приходят Ну иногда Ну лично Сейчас Гласность большая Пожалуйста интернет Дальше Буквально вчера Нам смонтировали У нас открыт Телефон доверия Для жителей Соответственно Пожалуйста Любой житель 932333 Набирает Включается Автоответчик Надиктовываете Жалобу И мы потом Слушаем И делаем Какие-то выводы Что сделать Но проблем Много И в общем-то Все главы Это не только В Щелковском районе Но и В Московской области Большая беда Скажем Вывоз мусора Если вы живете В квартире У вас В квиточке Заложено Да А участников Нет И как заставить Чтоб каждый Платил Метода нет Получается Так Что Вот За 10 лет Мы только С какими фирмами Не работали И как Не работали Вот сейчас Последний раз Мы нашли фирму У которой Есть свой Расчетный Кассовый Отдел Мы На каждую Деревню На каждый дом Сделали чековые Книжки И в принципе Если раньше Староста Вшивую Там по списку Собирал деньги Потом эти деньги Отвозил Он Сдавал Мусорную Компанию Которую Возят Теперь Такого нету Идете платить За свет Туже По чековой Книжке Заплатите За мусор Но Смысл Тот Что получается Так Что Каждый год Год заканчивается Возчик Приезжает И говорит Владимир Николаевич 500 тысяч Не доплатили То есть Жители Не все К этому Относятся Добросовестно Метод Какого Принуждения Ну вот Все главы В общем-то Пришлись И мы обращались В областную думу Это ввести Через федерал В административный кодекс Статью Неуплата За вывоз мусора То есть Человек Будет обязан Пойти В компанию Которую вывозит Мусор Заключить договор И оплачивать Ну В год Грубо говоря Тебе обходят Мусор 2000 А ты не заплатил И если нету договора Приедет Скажем Административно Технический надзор Если не что Выпишут Пять Грубо говоря Люди побегут Правильно А так получается Что каждый год Остаются большие долги Понятно То есть Всякое бывает У вас Всякое В этом Вот А такой еще вопрос Вас часто можно видеть На совещаниях На заседаниях Куда вы каждый раз Приезжаете Видите ли вы Ведь вы следите Наверняка за жизнью Всего района Насколько выполняется Сейчас Все о чем говорится Видите ли вы Процесс Действительно подвижек Или все таки Больше сейчас говорится Чем выполняется Ну прежде всего Надо всем нашим жителям Объяснить Им надо Понятие Сказал И сделал Вот мы сказали Сделаем деревню В газ Но я вам должен Доложить Чтобы получить Проектную документацию И кругом Согласовать 12 месяцев Время Время Соответственно Каждый человек Вы и я Желаю видеть завтра Сказал Сделал Асфальт Сделай пожалуйста Асфальт Сказал Почистил дороги На следующий день Поэтому Ну бывает Может быть где-то Что-то говорится И не делается Но я думаю Что вот к примеру Мы Наша администрация Мы стараемся Все таки Сказал Сделал Но иногда Вот получается Почему Мы планировали А вдруг Выскочили Какие-то Непредвиденные Расходы Соответственно Приходится Какую-то работу Переносить Чуть попозже Правильно Поэтому Планирование работы Израсходования денег Много зависит Скажем Пополнению бюджета Вот для этого Многие главы И область Вот сейчас же губернатор Поставил Цель увеличить Как она увеличивается Повышение кадастра Кадастр повысили Ставка налога Принимается Советом депутатов Местным А жителей тоже Обижать Стыдно иногда И приходится Срочно что-то Переделывать Поэтому я считаю Ну прежде чем Сказать Все сделаю Надо конечно Подумать Но да вот бывает Так и тоже Мы говорим Сделаем А завтра Выходит Вот срочно Надо такую работу Ну да вот Взять к примеру Сейчас мы в этом году Все главы должны Сдать генеральный план Поселения То есть посудило С 1 января этого года Без этого плана Мы работать не сможем А план Генплан Если прицениться У кого-то 8 миллионов У кого-то 10 миллионов Это же вот взять 50 миллионов на год А что такое план Вот сделают 10 таких томов Которые будут лежать Где-то на полке Жители эту работу Не видят А деньги потрачены Большие А скажем На 10 миллионов Было бы Можно было сделать Ну там 10 километров дороги Предположим Асфальтной Вот тоже надо понять Ведь иногда вот Жителям говорят Мы сделаем то-то, то-то А год-то только Занимаемся бумагами То есть потихонечку Полигонечку Все решается Но на это как всегда Нужно время и деньги Да Терпение всегда Я выступаю На каких собранах Прошу жителей Говорю Потерпите Поймите Ну ведь давайте так говорить Какой глава Не хочет Чтобы его поселение Развивалось И жили лучше люди Правильно? Да Всякое хочешь Но просто за счет чего Раз Вот А потом Какие То есть опять же Знаете Каждый все-таки Приоритеты расставляет По-своему На мой взгляд Вы очень правильно Расставляете приоритеты Потому что Будучи в вашем поселении Да В Медвежо-Озерском Я вижу Как все развивается И предприятия Которые у вас работают Замечательно Вот Ильинская 95 Продукция Действительно Есть Прогресс И дай бог Чтобы он продолжался Я просто вижу Что это в вашей жизни Занимает наверное Такое основное место Потому что вы там Вы в работе Вы все время И вас можно видеть Всегда администрация Хотелось бы Такой чисто человеческий вопрос Задать Вот на ваш взгляд Какие вещи Формируют человека Что в жизни человека Должно быть важным И главным Вот Прежде всего Честность Это раз Порядочность Это два Я очень Не люблю Непорядочных людей И честность Не люблю Дальше Я считаю Главное Это вот Оказание помощи Всем Не важно Что потом побежал И сказал Я вот этому Там помог Этим Я вот этому Нет Ну если можешь Делай Ну и Любить ближних Вы сами понимаете Вот жизнь такова Приехала с работы Вот у меня сейчас Есть радость Скажем Внучка Даша Она у меня Закончила школу Серебряной медали Двумя иностранными языками Владеет В университете Учится Сессию закончила Первую Вот только Начала учиться В этом году Всего одна четверка А мне остальные пятерки Мне приятно Вот она приедет Уже с ней пообщаться С супругой С дочкой Я им уже говорил Что очень благодарен То что они мне терпят Такового Какой ей есть Любит вас Да Немножко Может быть Стал к старости Как ворчун какой-то Но это уже Мне кажется У всех бывает По возрасту Правильно Но порядочность Честность Однозначно Благородство Потому что Это Я считаю Человек должен Всегда Сказал Сделал Сказал Сделал Дальше Ведь Человеку Можно и отказать Но отказать так Чтобы он Не обиделся То есть Правильно Ну ты объясни человеку Почему ты вот это Не можешь сделать И не мог сделать Вот скажем Сегодня Либо завтра Люди не понимают Я понимаю почему Потому что Может где-то чиновники Мы там такие Но вот у нас Прямо в администрации Нет понятия Приемного дня У нас Каждый день Каждый день Вот я на работе Пожалуйста Хотя для проверяющих Висит табличка Понедельник Но Почему нету Никогда очень Потому что пришли Принять И в общем-то Где-то иногда Мы Как бы Может быть Совсем неудачно Люди приходят Мы там занимаемся Какими-то внутренними Бумажными делами Но я считаю Человеку нужно принять И объяснить И рассказать Поэтому вот Жизнь Складывается Очень интересно По жизни Скажем Если там Раньше Время было За грибами Ходил Теперь уже Иногда думаешь Либо старый стал Хочется просто Дома Посидеть В тишине Чтобы никого не было Хотя у нас Семья И жена Она очень хорошо готовит Мы всегда гостеприимные К нам любят Ездить в гости Я как бы И сам такое Я люблю Когда у нас есть народ Но с другой стороны Иногда думаешь А может выходные Просто Побыть одному Пойти на второй этаж В деревне Взять с библиотеки Книжку какую-нибудь Почитать Потому что Люблю исторические книги Фильмы Люблю Смотреть Вообще-то Вот такие вот Ну вот старинные Не то что Там я уже В возрасте Нет Ну они просто душевные Они душевные Да Потому что Вот эта вот Война, стрельба Вот это все Надоело Поэтому вот Такой я есть человек Наверное Абсолютно В общем-то Человек как человек Да Понятно То есть Дома у вас Дома у вас всегда хорошо Ну хочу вам Напоследок пожелать Чтобы все так у вас И оставалось Чтобы у вас хватало сил Здоровья Дай вам бог Вашей семьи Вашего тыла Ну и конечно Чтобы тот округ То замечательное Красивое место Да Щелковского района Такое ворота Можно сказать Щелковского района Оно расцветало Под вашим руководством Обретало Новую силу Мощь Чтобы люди были там Счастливы Здоровы В общем всем Если у вас есть что сказать Жителям вашего округа И вообще всего Щелковского района Ну вообще-то Хочу сказать Что Ну я тогда думаю Что мужчин я не успею Уже поздравить Но вот милых женщин От всей души И желаю им Большого счастья И любви Ну а жителям Еще раз говорю Верьте Что администрация Делала Делала И будет делать Для благоустройства Довольно-таки много Ну терпение Еще раз говорю Попрошу терпеть Потому что Ну не все зависит Так быстро Ну и спасибо Телевидению Ну вот вообще-то Почему никогда Не отказываю Ни газетам Ни средств массовой информации Я считаю Люди Не только от меня узнают А узнают Из прессы Что оно делается И как делается А потом ведь Скажем Я вот иногда Бывает прочитал Где-то там Ага Ванискина Ага Что-то интересно Я поехал к нему Спросил как делать Так и люди Ведь Некоторые к нам приезжают Смотрят Мы к ним съездим Мы глава Такие же живые люди Мы общаемся Стараемся друг у друга бывать Друг друга поддерживать Большое спасибо вам То, что вот вы приглашаете нас И освещаете наши праздники Рады дальше сотрудничать Спасибо вам большое за беседу До новых встреч Всего хорошего Спасибо До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok